Привет всем любителям пошаговых стратегий, вы видите и слышите Алексея Халецкого, значит вы на канале Леша Играет и смотрите продолжение партии за Баварию, за Баварию в Сидмер Суэлизэйшн 6, за Мюнхенскую Баварию, на самом деле короля Баварии Людвига Второго, но подробности этой партии в первой серии, перейдите к ней, там все рассказано, ссылка в описании, в прикрепленном комментарии на весь плейлист, там подробности, сейв первого хода, что вместе со мной сыграть, в общем там все, переходите, смотрите, ну а для спонсоров канала все эти серии выходят сразу, как только появляются, большое вам спасибо за поддержку, они тут уже смотрят вот раньше всех, что ж, давайте продолжим, ну что ж, вспомним Баваро-Скифскую войну вот здесь, и я думаю, что нам что нам скифы будут мстить, а сколько ходов, дом сети возможный, два, слушайте, нам нужно срочно стены строить, сорян, я понимаю, что один ход остается, но, и два хода, но нам нужны стены, так, мы что-нибудь можем тут, здесь даже, наверное, производство поставим, сюда, ну варвар, давайте пока лояльность поставим, чтоб там, не знаю, нафига нам, нам, так, срочно всадники нужны, ну и здесь, наверное, военную традицию, чтоб бонус за атаку с фланга был, так, тут АПН влучников, город, сюда, подходим, тут, наверное, исход евангелистов, военную, точно в следующем ходу у меня пророк будет, это прям точно, о, слушайте, давайте мы Канди засоюзим, галеру мы вряд ли создадим, а вот помощь от Канди в войне может быть существенной, так, военная традиция открыта, юнитом кавалерии, ну пока мне еще четыре хода до кавалерии, так что давайте трудовую повинность пока откроем, блин, очень хочется поселенца таки построить, но мне кажется, у нас жопа будет, если мы сейчас поселенца построим, сколько у нас до всадников четыре хода, давайте еще лучников, блин, надо было тогда, может, поставить на, давайте поставим на антикавалерийские юниты, юниты ближнего боя, надо юниты строить, потому что, извините, у нас в четыре раза меньше сила, чем у... чем у скифов... построим стены, я тогда буду точно уверен, что мы отобьемся, так, протестантизм, потому что католицизм уже есть, так, религиозное сообщество, и давайте, знаете что, защитник веры, он, правда, не будет сейчас у нас работать, и надо его как-то сюда распространить, сюда и сюда, но пока так... Так, стоим в Берлине, тут, наверное, вот так сделаем... Так, следующим ходом она уже может нам войну объявить. Нет, пока... Ваши войска слишком сильны, вы заставляете у нас войска... О, слушайте, апнул, апнул лучников, и она уже у вас войска слишком сильны, это важно было. Ну, у нас все равно надо максимум защиты сделать. Так... Теперь, пожалуй... Сколько нам ходов? Три хода до философии... А, и три хода до всадь, тогда пока не меняем карточки. Оставляем так... Блин, все равно, мне кажется, она объявит нам войну, три раза сильнее. Может, Виктора? Вопрос его, правда, куда посадить, во Франкфурт или в Берлин? Ну, в Берлине стена быстрее построится, тогда давайте во Франкфурт, может. Да, конечно, вот наличие в соседях... Этих... Вот таких агрессивных цивилизаций намного сложнее делает... Игру, расскажите, как у вас оно там происходит? Ну, мы, правда, отжали одного поселенца, как бы, плюсик. О, все-таки осуждает. Так, осуждение... То есть, по идее, через пять ходов... Вообще без... У нас шесть и семь ходов до строительства стен. Минус один житель, кстати, во Франкфурте. Так, два хода до всадников. Ну, видимо, еще одного лучника можно построить пока. Так. Как мы тут сделаем? Давайте на пригорочек. Как-то вот так встанем. Нету ни дорог, ничего. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну у нас пока открытые границы просто есть. Кстати, может, и благодаря открытым границам еще пока нету нападения. Так, вот этот чувачок здесь... Так, на лошадей зоны контроля не работает, да? Как-то вот так расставим, чтобы сила города была 20 хотя бы. Пока стоим. Я могу, конечно, сам объявить сейчас войну. Ну, смысл? Пока стоим, ждем. Мне кажется, следующим ходом сейчас нам объявит Скиф войну. Скифия. 160 на 374. А прикиньте, я бы со скаутов начинал партию. А не с прачников, например. Так. Так. Ну, тут по-любому олигархию берем. Прям сто процентов. Так, лучника я построил. Всадников надо будет строить, поэтому... Тут меняем на... кавалерию. Кавалерию. Дальше. Вселенцев нет. Строительства. Чудес нет. Покупка клеток нет. Может, кстати... Содержание или лояльность? Давайте содержание, наверное, возьму вместо антикавалерийских. Ну, лояльность у нас вроде норм. А тут, может, плюс два влияния, чтобы канди точно не перекупили. Как-то так. Значит, здесь всадников. Всадников. Четыре и пять ходов до стен. Блин, может, в Берлин? Так, ну, слушайте, Берлин пока только с одной клетки атакуется. В принципе. Думаю, подвигать мне... Вначале сейчас с двух атакуется, но я не думаю, сюда он не может попасть сразу. Пока так. Блин, как бы успеть стены построить? Вообще, тут вообще никак не ускорить, да? Никаких... Производственных клеток. Даже выкупить особо не было чего. Это напряжение, блин. Вот это напряжение. Так, всадников открыли. Давайте, наверное, железо. Хотя, блин, и коляска тоже. Ну, всадники все равно уже круче. Коляска, правда, лошадей не требует. У нас лошадей вроде нормально, чтобы всадников строить. Ладно, пошли в железо. Ну что, следующим ходом война, я думаю. Точно. Собственной кровью. Собственной кровью. Вполне может быть. Вообще не спорю. Так, там на канди отвлеклись. Отлично. Отлично. Так, значит, здесь вот этого убиваем, я так понимаю. Тут лучником сюда отходим. Потому что он через реку не сможет добить. Тут дуболомом ставим. Если мы проатакуем, уменьшится сила города. Так, о, лучника надо добить. Правда, вот этот конь может... Ну, вроде лучник не уб... Мой лучник не убивается этим конем. Так, хорошо. Я бы даже, наверное, вот так вперед вышел. И вот этого лучника сюда. А также... А, я уже ходил. Эти... Эти... Стоп. А тут тоже ходил, да? Ну, вот Франкфурт сейчас скорее... Ну, тут 25 сил и благодаря... Благодаря Виктору. И два хода до всад... Всадник увеличит силу городов. Как самый сильный юнит. Так, слушайте, а до оборонительной тактики далеко? Далеко. Далеко. Давайте игры и развлечения открывать. А строительство далеко? Далеко. Водяная мельница... Не до водяной мельницы нам сейчас, это точно. 401 на 178. Три... Три-четыре хода до стен. Стены построим, точно отобьемся. Фига у него конь пробежал как. Так, ну тут 15 сил и, видите, это хреново. Нам надо как-то переставить... Не, ну вообще мы этого коня должны убить сейчас. Я надеюсь. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну а если ты все еще не подписался на мой канал, то конечно же подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Так, вот с этим лучником что мы делать будем? Не, ну Франкфурт не берется пока. Он, видите, даже конем не так сильно... А тут 15 силы, это проблема. Давайте, наверное, просто лучника проатакуем. Тут стоим. Следующим ходом у нас конь, это уже усиливает города. И один ход в Берлине до стен. Блин, вообще так по таймингу... Нет, нет, нет. Фак, у нас теперь с Франкфуртом проблемы есть. Так, видите, 26 и 31 силы. Причем этот конь вроде как добегает... Да, отлично, мы должны этого убивать. И Берлин 100% не берется. И у нас следующим ходом здесь... Отлично. Ой, блин, как на тоненького-то. Факен щит. Нам надо вот этого коня обязательно убить. Поэтому, видите, я так лучников вывожу. Каких-то юнитов мы потеряем, но главное, что города не отдадим. Берлин следующим ходом стена. Все, он уже не берется. Теперь вопрос во Франкфурте. 307 на 177. Нельзя убивать дуболома, мы выйдем из Франкфурта, сила упадет. Вообще никак во Франкфурте стену быстрее не построить. 45, то есть нам надо 8 производства. Тут 6,3. 1,7 производства где-нибудь можно взять? То есть нам 2 производства надо сверху. Ну, а какую-нибудь клетку с тремя производства нет, без шансов. Ну, или 2 клетки с двумя. Вот эти было бы 150 монет, купили бы. Ну, не должен Франкфурт упасть. Смотрим. Не верю. Да. Так. Стоим, стоим, стоим. Все, Берлин защищен. Еще один ход Франкфурту продержаться. Тут мы должны какие-то юниты убить. В первую очередь надо, конечно, вот эту лошадь замордовать. Ну, собственно, если мы лошадь убиваем, ему нечем брать город. Так ведь? Поэтому надо просто дуболомом реально убивать. Или у нас не хватит, подождите. Если я подхожу... Я не могу выстрелить по лошади. Ну, скрестим пальцы. Ну, выглядит как не хватает, но там есть промежуток. Там есть промежуток. То есть, если сейчас прокнет, то может быть и хватит. То есть... Система урона в Циве, там есть определенный промежуток. То есть, это показывает среднее значение. Ну ладно, смотрим. Не убили. Ну и коню может не хватить. Он убьется об город. Ладно, я бы... Короче, стоим. Ну, я бы, знаете, что уровень взял даже. Господи, как на тоненького реально. Откуда у нас... Откуда у нас этот рабочий? Так, ну давайте, наверное, ферму тогда где-нибудь поставим в Берлине. Вот тут, чтобы орошение ускорить. Мы у кого-то захватили рабочего, да? Так, стоим, лечимся. Господи, как же... Как же муторно-то! О, всадник еще есть. Ладно, постоим, полечимся пока. И... Да, видите, он даже не берет, потому что он понимает, что умрет лошадь. А то, что он лошадь не убил, это, конечно, прикол. Так, ну все. Фуф, отбились, кажется, ребята. Ох! И, смотрите, сила юнитов. Ну, теперь пора... Господи, как это вообще как-то... Фуф! Это было очень... А, давайте лучше железо обработаем. Обработаем железо и пойдем сразу вот в обработку железа, в общем-то. И апнем наших дуболомов. Так, теперь как бы мне тут спасти моих лучников? Ну... Точно убиваем коня из города. Этот у нас стоит внутри, лечится. Этот... Работает по дуболому. Этот получает уровень. Работаем по дуболому. Этот получает уровень. Так, ну я бы уже тогда, в общем-то, поселенца делал. Без карточки, да? Или нафиг поселенца мы за вот эти города забираем? Слушайте. Точно. Продолжаем всадников тогда. Так, а цитрусовые у меня откуда? У канди цитрусовых. Откуда у меня сейчас цитрусовые капают? Редкий ресурс цитрусовый. Я же их не обрабатывал даже. Сюзерен только канди. У канди апельсинок. А может, свечи нет? Прикол. Антона Нариву встретили, кстати. Тоже первым, что ли? Нет, кто-то уже встретил Антона Нариву. Господи, ребята. Это вообще, конечно... Ну нафиг со скифами воевать. О, у меня уже больше, чем у скиф. Не знаю, почему у скифов не продолжают всадников строить своих. Дебильных... Слушайте, а если я лучника во Франкфурт заведу. он что, сможет выстрелить, да? Да, вот это какая-то интересная штука. Вот в пятерке лучник бы не мог выстрелить, потому что тут нету холма. Соответственно, тут холм и тут лес как бы видимость закрывает. Город же не на холме у нас. Не на холме, просто равнина. А в шестерке стреляем по этому, потому что он на ровной поверхности, а не на холме, как этот. Сейчас уж одинаково пишут. 25-25, странно. Странно, а почему одинаковый урон? Тут же холм. Ну ладно. Вообще, правильно было тогда по этому стрелять, потому что он на холме, он может урон городу. Ну блин, со стенами лучники, они уже так себе. Уже лучники ничего не могут нанести. Так. Куда мы врываемся конем? Наверное, пока сюда. Дуболомов, наверное, держим до открытия мечников и апнем в мечников, тогда ими пойдем. Слушайте, повезло и с железом, и с конями. Самое главное, что с конями повезло. Не было бы коней, все. Мы бы тут проиграли. Только благодаря тому, что мы всадников успели построить. И то, что я на стены переключился сразу. Но всадники помогли достроить стены, потому что всадники появились там только за три хода до постройки стены. Они усилили города, иначе города были бы взяты. Или взяты. Так. Начинаем подходить потихоньку на эти вот холмы. Становиться. Наверное, или не стоит так лучниками вперед идти. Так. Ну, давайте еще всадников строить. Так, пять ходов, а тут пять ходов. У нас двадцать лошадей, а тут тринадцать. Так, двадцать. Вход прибавляется четыре. В следующем ходе. Просто отложу производство, в следующем ходе тоже всадника тут поставлю. Такой армии мы снесем скифов, я надеюсь. Так. Ну, давайте валетту может... А, там уже кто-то есть, союзник. Тогда нету смысла туда отправлять. Нету смысла. Просто пускай один посол на будущее, чтобы Канди всегда нашим союзником оставался. А тут просто откладываем производство. Ух! Ну, судя по силе, вот это вот, наверное, две трети армии получается. Скифской. Тут уровень возьмем. Блин, не добьется. Неужели не добьется? Да может и клуб... Нет, добились. Может быть и к лучшему было бы, если бы не добилась, потому что копейщик, у него бонус против лошадей. Так, ну что, врываемся и грабим. А где лучники саки, интересно? Странное дело, офигительный уникальный юнит, а комп в него не пошел. Так, ну мы можем сюда заходить, я думаю. Ой, там лучник. Ну, он по одному какому-то выстрелит. Так, здесь всадника. Ровненько, видите, как у нас получилось. Ну, стою здесь, жду следующим ходом, чтобы можно было разграбить лошадей. А тут ферма построена, прикол. Да, даже не меняет. Типа, все, ферма. Так, у нас вкратце не появилось чудес никаких, а подану можно куда-нибудь. Блин. Ну, типа, надо на место кукурузы. А, давайте я, может, когда подождем, хочется кукурузу все-таки собрать. А с другой стороны, нам надо поселенцев скорее строить будет, а не рабочих. У нас вот рабочий есть. Пошли вот этим рабочим соберем кукурузу. Три хода. Следующим ходом мы меняем карточку на поселенцев и уже будем поселенцев строить здесь. Хоть у нас и эти города, но всадников нам больше строить негде. Э. Фу, я думал, зависла игра. Нифига себе, минус 50 сразу. Так, кого-то мы убили гг-шку. Да, гг-шку. О нем больно будет, но убьем все равно. Так, грабим лошадей. И, по идее, больше лошадей у скифов нету. Ведь и тут ферма стоит, они не обработали. Ой, а я сейчас не ходил. Я хотел проверить, я кликал на торговца проверить, куда он двигается. Ладно. Могу атаковать? Нет, не могу. Так вообще. Так. Ну, тут, короче, больно стреляют по лучникам. Я думаю, надо отходить. Ставим карточку на поселенцев. Три-четыре. Если я уберу просто эту карточку на одно производство, я думаю, у них останется три-четыре. Три-пять. Ладно. Кринц с вами. Ну и Магнуса нам бы прокачать, но, видимо, видно не судьба. Ну, нам в оборительную тактику надо идти сто процентов. Так, тут на производство переключаем. Лошадка-то гадымкает на фронт. Все, уже большой бассейн нам плюс два культуры не дает. Кто-то построил. Слушайте, а тут вообще нету места, да, у скифов. Ну, я буду атаковать покровку, потому что это вот 50 здоровья, вполне можно полечиться. Надеюсь, стены... Ну, стены не строятся ни в одном из городов, я вижу. А вот что там строится? Вопрос. Да, вот это важное тут отжалка. Интересно, как у вас прохождение складывается. не, ну, город слабо обстреливается. Может, не лезть просто. Следующим ходом наверное, еще нельзя еще мало будет железа, чтобы апнуть. Так, собираем кукурузину, ставим сюда ападану. Так, и так, и у нас возвращается плюс четыре. А, еще и центр города. А, слушайте, так это вообще, блин, я не сообразил, что центр города тоже будет плюс два давать. Вау. Так, слушайте, нам бы орошение все-таки открыть, но давайте после обработки, да, блин, после обработки железа, оно надо, апельсинки, я не знаю, откуда-то у нас капают, я не понимаю, откуда. У нас никакой город не стоит. А, Франкфурт стоит. Подожди, а почему тогда не капают, если у нас орошение не открыто? это тоже что-то неправильно. Город, ну, чтобы ресурс, на котором стоит город, работал, не, чувиха, тут, извини. Работал, надо, чтобы сама теха была открыта, которая ее обрабатывает. я не знаю, как это считается, что у нас в разы. Ну, вообще идет, да, плюс один от редких. Значит, нам надо будет кофе обрабатывать, но вообще странно. Так, перестал быть союзником Канди, явно скифы вкинулись, да, но у нас для этого один посол и сохранен. В общем-то, 35 сила. Блин. Вообще тяжеловато, конечно, берет. Мечники нужны, потому что у этих кавалеристов у них есть определенный штраф при атаке городов. Хотя, может, только со стенами? Так, сколько нам надо? 70 золота и 13 железа. Вот у нас железа не хватает для апа. Просто вот если я могу проатаковать, потом полечиться, но если этим ходом сейчас появится какой-то юнит, мне коня убьют. Ладно, видимо, стоит рискнуть. Ну, что, проскочим здесь? вроде не должен убить, это я разграблю рис и полечусь. Опа. Македонский. И где он? Блин. Он построил лошадей, а этого меня лошадь убил. македонский. Так, а где македонский? Блин, знает. Ладно, наверное, отступить. Может, все-таки замириться тогда со скифом. Ну, просто не берется сейчас. Там у меня, конечно, армия просто в три раза уже больше скифов. Он настроит одного всадника и получает два. То есть, у нее, собственно, армия скифов это вот эти два всадника и лучник вот тут. Походу, где-то там он сверху. Ставим в первую очередь город сюда, чтобы он лояльностью влиял на всех остальных. Так, продолжаем поселенцев столицы. Надо и расселиться и... Ой, не знаю, не знаю. Тяжеловато скифы. 34 науки, 17 культуры. Так, напоминаю, что не ресурсами роскоши, не стратегическими до угля торговать я не могу с Александром. Так. Может, разграбим? Тут с другой стороны можно сюда на плантации встать и плантацию... Я, кстати, не помню, что плантация дает разграбить. Или вообще вот на научный этот через рудник. Давайте сюда. А, золото дает. Проатаковать, наверное, все-таки надо. Я думаю, что мы можем покровку взять. Какими-то юнитами мы пожертвуем, но покровка возьмется, мне кажется. Висячие сады можем строить. Священное место. Так, деньги нам нельзя тратить, там надо будет мечников апгрейдить. Где-то вот тут надо поставить. Давайте, я думаю, что священное место вот сюда, а висячие сады сюда. Тут вот крутая клетка, я понимаю, но я не собираюсь достраивать висячие сады. Кто-то их достроит и клетка крутая нам вернется. А пока это будет плюс две науки. Конечно, я понимаю, что рядом с центром города, но я не хочу убирать пока вот эту пшеницу. Сюда бы поставил висячие сады, было плюс четыре, а не плюс два. Все понимаю. Подожди, а почему не дает? А, потому что район недостроен. Ой, блин. Это столько чудеса должны быть недостроены, а район... Подожди, а если я уберу, не уберется, да, уже? Да. Это я тупанул. Я забыл, что надо, чтобы... район при этом же должен быть построен. Ну да, пока это сложновато с этой способностью. Блин, торговый путь. Надо, во Франкруте после всадника торговый путь сделать. Типа, колесо открывать. А как он всадника построил, если я ему разграбил лошадей? у него это же накопление было. Накопил. Так. Значит, как мы делаем здесь? Отходим сюда. Да. Отлично. Здесь апаем. Обстреливаем. Но сюда подлучника не хочу подставляться. Против дальнобойных и осадных юнитов. Так. Грабим. 225 золота. В общем, нам только железо надо. Деньги у меня на апгрейд мечников есть, если что. О, могу выстрелить. Надо стрелять. Опять Канди перекупил. Да что ты будешь делать? Тамирис с Александром хорошее отношение, потому что он любит, когда в войне находится. Я думаю, что можно к нему делегацию отправить. я хотел торговца сделать. кровь калечится, правда, но так, но я должен принимать. Он мне, кстати, дает шедевр и три золота в ход. А, подожди. Ребята, я, получается, черт, я, получается, нарушил собственное правило. Там же когда-то Мирис предлагала заключить мир, я должен был согласен. Я забыл это, что мы должны все принимать. Я тупо, ну ладно, я сейчас обязан прийти. Я не думаю, что это как-то сильно повлияло. Наоборот, мне кажется, лучше было бы я тогда принял мир, чем сейчас, потому что я бы быстрее мог опять напасть. Да, я же обязан. Черт, ну, слушайте, тогда на этой грустной ноте, что я должен заключить мир со скифами, я, наверное, серию закончу. Что у нас тут открылась? Обороноспособность строительная. Так, в Абзолей в Геликарнасе ничего пока не будем ставить, но что-то надо будет поменять. Да, я ошибся, я же должен все сделки принимать. И причем лучше бы я тогда заключил мир, действительно, чем сейчас. я бы мог быстрее напасть на скифов. Эх, эх, факт. Ну, продолжение уже в следующей серии. Тогда, да, конечно, великая война. Я думаю, что это сильно меня отбросило, но мы практически уничтожили скифов. сразу, как только получится, я думаю, что объявлю войну опять, не думаю, что он как-то разовьется, хотя надо посмотреть у нас, что мы сможем мечников апнуть, и в принципе, я думаю, нам надо в арбалеты идти. Денег нету для этого, поэтому надо сначала будет в деньги заглянуть, такие, такие в деньги, а потом в арбалеты поставить центры коммерции, вот это вот все, и религию попытаться разнести. Теперь я думаю, что зря защитник веры взял в рот, лучше бы брал крестовый поход, да? Ну, еще может пусть против Александра там поможет. Ладно, все в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Особая благодарность спонсорам за поддержку. Вы уже можете поискать прямо сейчас следующую серию в плейлисте, ссылка в описании в прикрепленном комментарии. Играйте в умные игры, всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.